Хорошо, вы можете нам сказать, что сейчас происходит реально с Херсоном? Русские говорят об эвакуации и отступлении. Буданов в этом же интервью говорит о том, что это имитация отступления. На самом деле враг усиливается и окапывается в Херсоне. Генеральный штаб держит паузу. Никаких комментариев оттуда мы не получаем. Какая там ситуация на самом деле. Насколько, по-вашему, на сегодняшний день велики шансы вооруженных сил Украины освободить Херсон на ближайшие дни, недели или месяц? Сегодня очень тяжело сказать. Дело в том, что они, несмотря на то, что они говорят, что вроде как эвакуация, они меняют, они проводят ротацию. Они заводят туда боевые части, а выводят оттуда небоевые. Ту же Росгвардию, то же подразделение ФСБ эвакуируют тот персонал, который привезен из Российской Федерации, но туда, на правый берег. Надо понимать, что такое правый берег. Правый берег – это Ахиллесова пята всего западного, ну, в западной части оккупированных территорий. То есть, если мы выходим на реку Днепр, то рушится все запорожское направление до Крымского перешейка. И недаром по некоторым источникам из Кремля, правда, неофициальным, говорят, что Путин отдал приказ не шагу назад, с правого берега. Они будут драться за правый берег, они будут драться до последнего российского солдата. Так что надеяться, что Херсон так просто нам достанется – нет, ни в коем случае нельзя. И прогнозы я бы сегодня не делал. Судя по тому, как они перебрасывают туда технику и как они пытаются перебрасывать туда личный состав, причем любыми способами – на баржах, на паромах, на мостовых переходах, которые они через шлюз Каховской ГЭС перекинули. Кстати, это опять же вопросу, будут взрывать плотину или нет, а как они войска будут снабжать, если они взорвут плотину Каховской ГЭС. Так что они максимально усиливают свою группировку на правом берегу. Вот говоря о снабжении и о запасах военных Российской Федерации, есть, опять же, Буданов говорит о том, что ракета уже меньше и даже неприкосновенный запас он все же исхудал. Как вы считаете, вот эти угрозы, опять же, разговоры о грязной бомбе, ядерный шантаж и угрозы затопить Юг – это, может быть, момент торгов? Хотят выиграть немножко времени для того, чтобы запастись новым оружием? Может быть, какие-то дроны появятся новые, может быть, ракеты появятся, может быть, сами произведут? Может быть, это просто затягивание процесса во времени? Нет, тут же никакого затягивания во времени нет. Это попытки остановить процесс, попытки нажать на паузу. Но вот что надо отметить и отдать должное, наш генеральный штаб не реагирует на эти вещи. Мы ведем боевые действия в тех реалиях, в которых у нас есть возможность. Там, где есть возможность продвигаться, вот Харьковское направление, мы движемся, да, медленно, но мы движемся вперед. Мы освобождаем территорию. На Херсонском мы немножко затормозились. Но, тем не менее, мы ведем активные боевые действия, и тактика изматывания противника, она работает. Вот это и бесит Российскую Федерацию. Они не могут ничего сделать с нашими вооруженными силами. Они не могут остановить процесс, и наступление процесса не могут остановить, и процесс выматывания или планомерного уничтожения российских вооруженных сил. Но согласитесь, один из их планов остановить наши вооруженные силы, это забросать нас трупами. Я имею в виду российскую мобилизацию. Она, конечно, показала, что по факту количество превосходит качество, да. Мы все радуемся в соцсетях вот этим алкомобикам, понимаем, насколько они слабы, что уровень подготовки их нулевой. Но все же нужно признать, что проблема есть. Их много, и их будет еще больше. Мой вопрос в чем? Насколько это большая проблема для вооруженных сил Украины, и на каком из направлений в ближайшее время она может проявиться, эта проблема? Я думаю, что она будет проявляться, давайте начнем с конца. Она будет проявляться на самых критических направлениях. Это Донецкая и Херсонская. Вот на этих двух направлениях будет наибольшее количество мобилизованных. И да, вы абсолютно правы, как говорит поговорка, в чем сила зайцев в их количестве. И здесь именно Российская Федерация пытается брать количество. Да, для нас это становится проблемой в плане того, что у каждого есть автомат, и он стреляет. Не важно, как точно, важно, что эти пули летят в нашу сторону. Но я думаю, что это решаемая проблема. Эта проблема решаема за счет качества нашего вооружения. Если союзники будут, или страны, партнеры, вот то, что там нам наобещали на пятом, на шестом Рамштайне, будут выполнять свои обязательства и не будут затягивать по времени поставки, я имею в виду особенно артиллерию и особенно боевые бронированные машины, тогда, да, у нас будет возможность справляться и с этой проблемой. Мы в последнее время слышим меньше новостей, меньше информации приходит о том, что происходит на фронте и какие новые успехи есть у вооруженных сил Украины. Скажите, пожалуйста, это потому что пока не нужно озвучивать или действительно есть тяжелая ситуация, когда нашим воинам трудно продвигаться вперед? И то и другое. Ну вот я уже сказал, что на Херсонском направлении мы, там даже есть места, где мы отходим на более выгодные позиции, потому что они наращивают усилия и да, у нас там наступление практически затормозилось. На Харьковском направлении мы сообщаем об успехах и там мы медленно, но уверенно продвигаемся вперед, выходим вот на этот рубеж Сватова-Кременная. Ну и даже на Донецком направлении у нас, вот это самое у нас тяжелое направление, где непрерывные атаки идут, не считаясь с потерями. Тем не менее, видите, мы на самых таких горячих точках пытаемся нанести максимальное поражение противнику, я имею в виду Бахмут. Ну, правда, мы не имеем, нет пока подтверждения от Генштаба, он действительно молчит. Вот, но тем не менее, мы все равно стараемся максимально измотать противника и где возможно, там его тесним и освобождаем нашу территорию. Но пока я бы сказал так, конечно же, нас поразило, ну, человеку хочется слышать приятно, нас поразила Харьковская операция, да, и мы смотрим на войну через призму сейчас, через призму наибольшего успеха. Но успехи не всегда бывают такими большими. Субтитры создавал DimaTorzok